Всем привет! И сегодня хочу продолжить и закончить начатую тему по поводу разрешения на ношение оружия. Как я уже говорил, разрешение на скрытное ношение, оно необходимо в некоторых штатах и в штате Вашингтон. Есть два правила, это можно носить открыто и можно носить закрыто. Ну, носить открыто оружие это немножко вызывающе, поэтому некоторые люди, которые отстаивают вторую поправку, они пытаются носить даже открыто. Я видел таких людей. Конечно, это вызывает определенный дискомфорт, особенно у либеральной части нашего населения. И тем не менее, это всегда законопослушные товарищи. Так вот, я заполнил бумаги и в ближайшие дни я получу продолжение на следующих пять лет разрешения на скрытое ношение. На фейсбуке один из моих подписчиков уже подробно описал, как это делается. Там, правда, вопрос в датах всегда, он может быть очень разным, потому что, когда я получал первый раз, это занимало всего две недели. Сейчас, возможно, в связи с тем, что офисы государственные работают медленно, может быть, немножко дольше, занять, может быть, и месяц, и два, и три. Но, во всяком случае, когда я заполнил очередной раз продление Conceal Pestle Permit, они мне сказали, что через две-три недели я получу его и смогу пользоваться следующие пять лет. Так вот, я прочитал ваши комментарии, многие интересуются, как это сделать. Делать это довольно-таки просто. Нужно прийти в вашем городе в полицейский участок и на фронт-деск сказать, что вы хотите получить разрешение на скрытое ношение. Conceal Pestle Permit. И они вам подадут документ, вы его заполните, сдадите отпечатки пальцев и, в принципе, по-моему, вас сфотографируют. И все эти документы будут отосланы в ФБР для проверки вашего бэкграунда. Когда проверят вас, вы получите это разрешение. Никто не задает никаких лишних вопросов, абсолютно никаких, для чего вам это надо и так далее. Это неконституционно задавать подобного рода вопросы. Поэтому, получив разрешение на ношение оружия, вы можете носить его при себе в заряженном виде. Конечно же, это лучше, чем носить биту, потому что многие носятся с битами. Кто-то носит ножи, кто-то носит топоры и молотки в машинах. Ну, в общем, каждый пытается как-то там себя защищать или своих близких. Но есть конституция, есть закон, ребята, и надо следовать закону. Поэтому, прежде чем вы купите оружие, прежде чем вы будете чувствовать себя комфортно, вам я просто настоятельно рекомендую пойти пройти классы по технике безопасности и по вопросам самообороны. Там люди-профессионалы, которые этим занимаются при тирах, при стрельбищах. Всегда есть эти классы, они платные. Вы заплатите там около 100 долларов, 80 долларов, по-моему. Поэтому пройдете эти классы и вам дадут сертификат, что вы, в принципе, прошли этот курс. И вы будете знать, в каких случаях и как себя можно защищать. Чтобы потом, в случае, не дай бог, конечно, произойти что-то может, не дай бог это. Но если вдруг произошло, чтобы к вам не было вопросов. Поэтому нужно очень хорошо знать. Покупая оружие, вы покупаете себе огромную ответственность, огромнейшую ответственность. И здесь в законодательстве прописано все подробно. Также необходимо купить некоторые виды страховки для себя. Для того, чтобы в случае чего вы были защищены. Также я прочитал, что украинцы говорят, да, наверное, люди из других стран говорят. Вот в наших странах надо разрешить людям, чтобы люди имели право на ношение оружия. Короткоствол в Украине. В Украине сейчас, конечно, и, как, наверное, и на территории России, оружие немерено. И оно когда-то будет стрелять в каких-то ситуациях. И оно будет нелегальным. И я понимаю, что лучше, чтобы тебя вели двое, чем несли четверо. Как кто-то пошутил, так сказать, черный юмор. Но прежде чем в той же Украине разрешить скрытое или открытое ношение огнестрельного оружия, необходимо, чтобы было сделано законодательство под этот закон. Почему? Чтобы когда произойдут какие-то ситуации, чтобы не было там общество разделено, там мажор, силовик какой-то, там какой-то полицейский и простой обычный работяга, который тоже вдруг попал в подобную ситуацию. Поэтому закон должен быть одинаков для всех. Никто не должен соскочить с этой темы. И, конечно же, после каждого случая, где было применено любое оружие, холодное, огнестрельное, просто какое-то бытовое, там, бытовой кухонный нож или молоток или топор, всегда должно быть расследование. И расследование должно очень быть хорошо прописано в законодательстве для того, чтобы из жертвы тебя не превратили в преступника. Вот. И в первую очередь вот эти законы должны быть приняты в государстве. И было бы неплохо, украинцы уже берут многие американские законы, применяют их к себе, то есть они голосуют за них, они принимают, они их не перерабатывают под себя, просто берут уже готовый закон и вводят его в оборот. Есть несколько законов, о которых я слышал. Так вот, закон о обороте короткоствольного оружия, то есть на гражданском рынке. Потом вопрос самообороны, в каких случаях ты имеешь право защищаться и как, чтобы тебя не сделали потом преступником. Вот. И, безусловно, очень хорошо подробно прописанное законодательство. Если украинские власти решат этот вопрос, делайте, народ будет требовать этого и поддерживать эти перемены, то, конечно же, законодательство американское, оно очень хорошо подходит абсолютно любому государству. Так что, ребят, можете, как говорится, работать в этом направлении. Мне без разницы, каким оружием вы будете защищаться, огнестрельным, холодным, бытовым, просто вашими мышцами, вашими руками. Самое главное, что помните всегда, вы несете ответственность за жизнь тех, кто рядом с вами, ваши дети, ваши близкие, ваши соседи, ваши родственники, друзья. Ну и ваша жизнь, она также в ваших руках. И вы имеете право и должны иметь право конституционно защищать эту жизнь. И также Библия дает право это для любого верующего человека защищать тех, кто рядом с вами в необходимой ситуации. Поэтому благословений вам, успехов и здоровья. Дай бог, что в этом наступившем году все закончилось, закончилась война, и страна начала возвращаться, Украина начала возвращаться в нормальную жизнь. Ну все, всем успехов, здоровья, благословений, пока.